Друзья, привет! С вами Михалыч и канал Клуб Рыбаков. Ребятки, осень в самом разгаре, хищник сходит с ума, ловится с невероятной силой, но многих рыболовов останавливает холода и многих рыболовов останавливает новые штрафы. Так вот, ребятки, холода решается с помощью правильной экипировки И, между прочим, у компании БАФ это лучшая компания, которая делает шикарнейшую, качественную экипировочку для рыбалки, спорта и охоты. И именно сейчас появился новый костюмчик зимний, который называется БАФТ ФТОРИСТ. Посмотрите, какой красивенький, ребятки! И этот костюм можно использовать до температуры до минус 30 мороза, То есть никакие морозы вам не будут помехой вашей рыбалочке. А комфортная его температура минус 15, ребятки! Костюм полностью, он сделан с шикарной мембранной ткани, с новым утеплителем, холохфоз называется он. Он полностью ветронепродуваемый, водонепроницаемость... И очень высокие показатели водонепроницаемости, ребятки! Водонепроницаемость в нем 10 тысяч миллиметров, плюс дышащая способность у него 8 тысяч миллиметров. То есть, ребятки, любой дождь, любой шторм вам будет по барабану. Если вам далеко по льду идти, то если у вас поддета фирменное бафтовское термобелье, плюс флисовый костюмчик, вот как у меня, на мне термобелье БАФТ Граффит, и плюс флисовый костюмчик БАФТ ПОЛАР, и вот в такой экипировочке, ребятки, вы можете идти 10 километров, вы не вспотеете, в костюм дышит термобелье, и плюс флисочка дышит, и вы придете, вы не вспотеете и не замерзнете. Плюс в этом костюмчике стоит везде очень качественная фурнитура, водозащитные молнии. Смотрите, и молнии быстро застегиваются, быстро расстегиваются. Хопа-на! Штаны сделаны комбинезоном, высокий комбинезон, и сзади истерики, вот. Даже в середине водозащитные молнии. И самое главное, как на меня в зимнем костюмчике, ребятки, даже в дорогих американских костюмах этого нет. То есть в костюме стоит две молнии. Молнии! То есть вам не надо, если вы хотите в туалет, там дзюн-дзюрунчика достать, не надо расстегиваться полностью. Хоп! Видите? Внизу молния, и вверху молния. То есть молния здесь двойная. Хоп! И все у вас хорошо. И тоже водозащищенная молния стоит даже на штанах. В костюме куча регулировок. Плюс, ребятки, смотрите, как реализован капюшончик. То есть вы можете замотаться полностью. Хоп! Здесь высокий воротник. Раз! Вот она! И никакой вам ветер не страшен! Капюшон плюс капюшончик регулируется. Смотрите, как смотрится все. Шикар дождь! И под этот костюмчик, ребятки, компания БАВт сделала фирменные шапки-ушанки. Самые лучшие зимние шапки. Смотрите, видите? Класс! И шапка тоже идет с регулировкой сзади. Вот. В шапке тоже идет мембранная ткань. И она дышит. Плюс регулировочка. Плюс шапка правильно сделана, что она полностью закрывает вашу шею. Вам не будет задувать ветер, мороз, снег. Плюс застежка стоит. Быстро можно застегнуть. Так. Класс! И все! Короче, с холодами мы решили проблему. Правильная экипировочка от БАВт. И вам никакие холода не страшны. А теперь, ребятки, что касается новых штрафов. Хочу спросить мнение, взять интервью у лучшего рыбинспектора Украины. А именно, у начальника Черкасской рыбоохраны Иванька Виктора Михайловича. Большинство рыболов знает, что с приходом Виктора Михайловича на должность главного рыбинспектора Черкасской рыбоохраны, за три года в Черкасах восстановилось и даже приумножилось количество рыбы. Именно в Черкасах больше всего рыбы в сравнении с другими регионами Украины. Так что у Виктора Михайловича возьмем интервью. Что он об этом думает. Как он видит развитие дальнейшее. Ну и тому подобное. Поехали. Михайлович, что вас привело в инспекцию? Михайлович, блин, что за беспредел? Что за, блин, за штрафы? Это вы придумали? Ну вы знаете, как вы часто писали, что Михайлович постоянно порушивает. То вы видите, приехал сам, решил заплатить штрафы. Не, ну штрафы просто все рыболовы за голову взялись. Йо-моё, штрафы. Это же ну просто как. Окунь раньше был 17 гривен. Сейчас 3200 за окуня. Тем более он же не имеет никакой ценности. Промисловой ценности он не имеет. Это же сорная рыба. Михайлович, кто придумал эти штрафы и какие обоснования таким штрафам? Ну, друзья, наверное, правильно, что, наверное, на те все порушения, которые Михайлович раньше допускал, так он хочет за старыми штрафами, по старым штрафам заплатить. Правильно, Михайлович? Да нет, я стараюсь не допускать, но все равно. Ну где-то кто-то там, что-то есть передо. Что я хотела мне сказать. Михайлович, очень эмоционально это все там пояснили. Но все-таки, действительно, штрафы увеличились и в разы. Если вы знаете, для примера, судак, если раньше стоил 510 гривен, то сегодня он стоит, сбыточки отшкодировать в страну, это 3587 гривен за одну голову. И разницы нет, от какого размера, и придется платить... Михайлович, окунь, 17 гривен и 3200, 360. Ну разница, это охренее. Какие обоснования, и кто такое придумал? Я в кого не спрашиваю, никто не знает, кто придумал эти штрафы. Ну, вы знаете, там, мы же не законодавший орган, и Черкасский рыбоохранный патруль. Мы дивимся за то, чтобы сближилась к количеству рыб. И мы, конечно, будем выполнять те постанови Кабміну, которые сегодня у нас действуют. И как она, эта постанова была, эта постанова регламентуется Кабинетом Министром. Она называется номер 1209, 21 листопада 2011 года. И из 2011 года, практически 10 лет, никто из этих не сближивал збитки, которые задавалися государству. И вот, кто бы что ни сказал сегодня, великие эти штрафы, или невеликие, друзья, этим нужно смириться, потому что по этих... Очень, очень больших! Это не штрафы, а збитки заданной государству. И с этим нужно будет смириться. И порушникам, в первую очередь. Порушники, я имею в виду, не рыбалок, а браконьеры, которые с сетками ловят рыбу. Те, что на зимувальных ямах набивают этих судачков, как я, если вы видели, я часто показывал это на лодочке, они набивают этих судачков. Ребятки, кто... Я извиняюсь, я перебью. Кто не знает, Михалыч у нас тоже блогер, у него есть свой канал, и он там охотится на браконьера и снимает это все на видео. Ссылочку на его канал оставим под роликом. Михалыч, ну, обоснование? Какое обоснование таких штрафов? Ну, 17 гривен и 3200. 3200, скажите, пожалуйста. Друзья, ну, в том году, вы знаете, что поднялись сбитки за отшкодирование по зверью, а в этом году поднялись сбитки за отшкодирование рыбы. За рыбу, как всегда, как всегда, постійно забывают. Вы знаете, сбитки, в первую очередь, Державное агентство обратилось до Института рибного господарства, где были разработаны науковые оборудования этого сбитки. Были разработаны эти оборудования, они подали ее для утверждения до Кабинета Министров, и вышла эта постанова, которая предмечает отшкодирование сбитков. С одной стороны, вы в большинстве чесные рыбалки, и вы переживаете для того, чтобы сбитки за отшкодирование рыбы, и уменьшилось количество браконьеров. Ну, я вам скажу, это тот шлях, по которому браконьеры сделают выставки. Я сегодня вам скажу, в Черкасской области браконьеров уже в разы поменьшилось, а с этими штрафами, я думаю, что с сетками, с обороненными снарядами лову, никто не подъедет до води и не будет порушивать. А количество рыбалок-любителей будет только сбільшаться. Я думаю, другой крок, который будет на встречу добросовестным рыбалкам, это то, что сбільшит добовую норму выставки на 5 кг. Я думаю, это будет правильно, и, в принципе, я так же думаю, что тут вреда никакого довклю не будет. Хорошо, Михайлович. Вы думаете, что увеличение штрафа увеличит количество рыб в наших водоемах? Ну, вы знаете... Это только браконьеры, это только один сегмент, который влияет на увеличение количества рыб. И они наибольшую шкоду браконьеры приносят, когда они в нерестовую заборону, сетками, когда рыба идет на нерест, выловлюют эту рыбу. И, действительно, очень сложно бороться, когда раньше взбитки были практически, они сплачивали там 5-6 тысяч гривен, могли сплатить, там, ну, то столоб ранее стоял 300 гривен. И он там 10-го столовую зловил, заплатил 3 тысячи, и попробую его еще поймать. И он выникал різными шляхами и до ответственности. Хотя я хотел бы отметить, что у нас практически все браконьеры, которые были пойманы с поличным, в этом году, они заплатили штраф, и гроши все пошли. Но это только у вас, в Черкасах, Михайлович. Еще, между прочим, ребятки, Михайлович уже третий год, да, вы тут в Черкасах? Да, третий год, да. Начальник рыбинспекции. Так в Черкасах появилась рыба, ребят, если правильно делать свою работу на местах, так оно приносит результаты. Все рыболовы это подтвердят. Что вышел с базы 50 метров от берега, и уже судака всели на дно. Судака немерено, леща немерено, плотвы немерено, сом появился, сазан, карась, ну, короче, рыбы просто капец. Так может всего-навсего надо делать правильно свою работу, а не штрафы там такие делать. Потому что, ну, я, например, сомневаюсь. Я видел, как артежчики на Киевском море, там сеть поднимали, их даже на видео снимал. Там такая вся рыба. И я с другом стоял, мы сняли на видео, я говорю, вот на сколько они наловили, если их сейчас взять и посчитать эту им всю рыбу по новым штрафам, так там на пару миллионов штрафов. Вот почему? Я их называю браконьерами закон. Михайлович, их проверяете или нет? Михайлович, то, естественно, то, естественно, никаких позитивных результатов не будет. Вот почему у нас сегодня в Кременчуськом водосходящий, когда мы начинали говорить о том, что они ловили на простую там блесну, то сегодня промисловый рыбак, который выходит на човни, у него обладнание таке стоит, телевизоры стоят, эхолотить, сколько у меня, неслужбовая машина стоит. Если им не заборонить от цей период времени ловить рыбу, то ни про что не можно говорить. Другой, то, что произошло в Черкасах и в других регионах, это то, что защищает промисла в Верховьях. У нас от Кременчуського... Ну да, зона не рессилишь, правильно? Да, до Черкасской дамбы промисел заборонен. И это даёт своё... А что в Верховьях? Потому что рыба по своей природе и вверх, и она там нормально сохраняется. И сегодня говорят, у нас щуки там ловят трофейни по 5, по 7, по 10 кг. Да, 10, 15, 12, вот сейчас лови. И они говорят, у него же 3 года только работают. Чего так? Ну, дело в том, что у нас нормально нереститься звичайная рыба. Біла рыба, звичайно, не реститься. Вот она, когда я еду в нерест, я просто, у меня сердце наливается такой любовью до этого, потому что в каждом кушке я бачу полностью забитый мальков. Камеш, короче, ходит. Да, и что у нас много хищника, потому что у нас біла рыба нормально нереститься. Михайлович, это ответ на эти питания, чего сейчас судака дуже багато и всего іншого. Хорошо, Михайлович, еще один вопрос. Почему у артельщиков есть квота, а у рыбаков-любителей квоты нет? То есть, 3 кг я поймал и я должен уезжать домой. Михайлович, почему так? Михайлович, ну, я думаю, это будет 5 кг. И я знаю вашу точку зору, вы думаете, что... Ну, я 2 рыбы поймал, 2 судака, все. И надо мне, могут приехать и оштрафовать. Правильно? 3 500. 3 500. Ну, если там один трофей, там, знаете, смотря, что первый. Да. Ну, вы знаете, там... 2 трофея я же могу ловить. Ну, а если до этого был судак не 3 500, а 500, вы что, ловили его больше? Нет, я рыбу отпускаю. Ну, а люди, а люди же ловят, люди хотят пожарить, покушать. Ну, я думаю, что ваш канал дивится не только рыбалка, а много есть там и депутатов, и керевников нашей державы. Я думаю, что надо в першу чергу сбільшить колькість вилов у 5 кг. Не для... Просто для совестных людей. Для... Ну, потому что как бы мы не боролися с браконьерством и с порушениями закону. Если мы не поменяем сведомость людей, ничего у нас не выйдет. Но я сегодня бачу, что сведомость людей меняется. Багато людей сегодня выпускает рыбу. Они относятся до этой рыбы, которая находится в водосходе, как до своего... Как до своей, понимаете? И люди сегодня, я вот спостерегаю, радуюсь тому, что люди выпускают рыбу. Есть, есть. Меняется. Мышление у людей меняется. Но я вот за квоты, лицензии, как во всем мире, есть, как в Европе. Купили лицензию на год, на месяц, на квартал. И ты себе ловишь рыбу. Дайте нам такие лицензии. У меня есть 100 человек знакомых, которые готовы заплатить за год там 10, 20, 30 тысяч. И говорить, я хочу рыбачить и не глядываться, не чувствовать себя виноватым. Понимаете? Если ты поймал там 3, 5 рыб, у тебя уже перелог. Ну, я думаю, державагентство... Они будут платить. А кто бесплатно? Тобто ска и ловит там 5 килограмм. Розробляет таку концепцию, чтобы эту сделать. Но это же пойдет в бюджет страны. Правильно? За эти деньги будет запускаться рыба. Я, знаете, до этого я вам просто говорю. За эти деньги будет запускаться рыба. Вы очень классно это все говорите. Но только придумают из рыбалок собрать деньги, найдутся схематозники, которые будут собрать на этом деньги. И все закончится тем, что эти деньги, которые собрали, еще придется из государства давать на их неотримование. У нас вот приклад был, что один там предприниматель говорит, что надо из нашего города собирать макулатуру, если каждый из нас по 10 килограмм, то мы построим спортивный майданчик. Два года собирал, и потом говорят, да вы нам еще и должен был. Ну, Михалыш, погодите, я перебью. Но если ничего не делать, то ничего и не будет. Надо пробовать, надо пробовать, а там посмотрим. Надо запустить, а там посмотрим. Вас поставить главным ремиспектром Украины, чтобы это все контролировалось. Между прочим, ребятки, как вам предложение? Я бы внес сейчас петицию на сайт президента Украины, чтобы Иванька, Виктора Михайловича, поставить главным ремиспектром Украины, чтобы он следил за порядком. Если он навел порядок в Черкасской области, это здесь раньше бракош было, это просто копей. Сеток, проплыть нельзя было. По фарватеру корабли, корабли пассажирские запутывались в сетях и переворачивались. Были же такие случаи? Были. Фарватер был перекрещен браконьерскими сетями. То, я думаю, если Виктора Михайловича мы поставим главным ремиспектром Украины, будет порядок, Михайлович? Михайлович, я не знаю, чем поставить, но может посредствовать еще. 25 тысяч подписей. Ребята, вы согласны? Кто согласен, напишите там плюсы в комментариях, кто согласен. И мы зашлипаем петицию на сайт президента. Михайлович, если 10 тысяч лайков наберем, то будем петицию собрать. и Михайлович нам будет отчет делать каждый квартал, что он сделал в Украине, сколько браконьеров поймал, сколько сбитков в державе оплачено. Друзья, ну вы знаете, у меня за этот период, короткий период часу, у меня есть три питания, которые я знаю, что они дадут позитивный результат. Они сегодня дали в Черкасах, я это вижу, мне очень приятно, я спостерегаю за багатьма ютуб-каналами, блогерами, за группами в социальных сетках. Когда я вижу, люди трофеи добавляют. Мне очень приятно. И на чему все это все базируется? Это первое, это максимально не допустить промисловый вилов перед початком нереста. Другое, это заморона промисла в верховьях водосховищ. Это Каневское водосховище, это Киевское, это Кременчузькое. Почему водосховище в верховье? Потому что тут и риба поднимается, она там нерестится и нормально себя чувствует. И третье, это социальная справедливость простых рибалок по отношению до промисловых рибалок. У нас ранее промисловики ловили напротив міста Черкаси. Я заборонил это, потому что каждая людина сегодня, моя задача, каждая людина, которая живет в городе, и которая находится біля вички, она должна взять удочку и получить задоволение от виловленной риблии. Я извиняюсь, я перебью. Да, в этом году, ребят, сазана, вот таких сазанов прямо в парке ловили с набережной. С набережной ловили сазанов по 10 кг. Сазан, карась позаходил. Местные говорят, да мы уже не помним, чтоб такое было, чтоб 2-х килограммовый карась, от кила до 2-х килограмм карась на удочку, на поплавочек прямо в городе, в Черкасах дети даже ловили. Представляете себе, рыбы появились? На Киевском море запретили, это второй год, да, запретили, на Киевском море в Верховье запретили. Тоже сазан появился, карась появился, появилась рыба. В Черкасах тут вообще ее появилось, уже на лодке приехать нельзя, там столоби, там тебя встречают, лодку бьют тебе, емае, так что можно сделать, если захотеть, но это же надо кого-то поставить, кого душа болит за это. Подведя итог, по вашему мнению, кроме увеличения штрафов, что можно сделать для того, чтобы увеличилось количество рыбы в наших водоемах, и чтобы наши водоемы стали, наверное, чище, потому что мне тоже очень много писали, типа, от простого рыболова штрафуют, а он вбросы в воду, сбрасывает эту грязь, нечистоты, от этого тоже сколько рыбы погибают, вот этот вопрос еще такой. Михалич, ну я с вами полностью согласен, потому что рыбы действительно, сегодня как раз есть там, можно побачить, что есть позитивная динамика в том, что там рыбы в наших водоемах увеличиваются, но экологическая ситуация сегодня тоже критическая, и когда мы бакали про то, что с рыбалок надо брать какие-то деньги, ну я думаю, что карман рыбака это последний карман, когда нужно заглядывать, для того, чтобы зарибровать рыбу, зарибровать водосховище, або какое-то экологическое питание, какие-то вырешиваются на водосховище. У нас же есть гидроэлектростанции, которые зарегулировали эти водосховища. Есть, все места здоровые, скидают води, не очищенные, практически, або слабо очищенные в наши речки. И вопрос, а они как-то для экологических питаний, как-то думают... А они платят за это? Да, гидроэлектростанции... Они рыбу запускают, как в Советском Союзе? Да, когда они зарибровали, или не зарибровали, или, может, мало они грошей зарабатывают на нашем Дніпре. И сегодня проблема очень большая, не то, что количество рыб, а с рыбой мы справимся, поверьте, друзья, а экологическая ситуация в нашем Дніпре очень плохая. Наполненность Днепра очень маленькая. Малыми речками никто не занимается. И хотелось, чтобы ОТГ, каким сегодня давали много повноважений, которые наполняются в бюджетах за счет тех штрафов, что мы выписываем рыбалкам, за счет тех скидов, которые платят за водокористование, чтобы какие-то гроши из этих, из этих кошек какие-то выделялись для зарибления малих речек, не только речки Дніпра и водосховища. Малих речки, чтобы их защищали, эти малые речки, которые впадают в Дніпро, чтобы наше Дніпро как-то ожило. Если мы этого не будем делать, поверьте, с рыбой мы будем, а если мы будем еще с этим Дніпром, и что Дніпро сможет пережить нас, но я думаю, он у нас сможет. Блин, с каждым годом Дніпр все зеленее, зеленее, зеленее. На Каневском водохранилище три года назад я рыбачил, такая пленка этой зелени была, что 10 грамм грузик, Михайлович, не падал, не падал, бум, и в воду не падал. Представляете, ну вот возле Каня выше ГЭСа. Эта зелень, это же есть эта отрава? Да, это ж отрава, это... Почему Дніпр цветет? Потому что это сброса, это мусор. Ну я, знаете, я все дивлюсь по себе и по своих прикладах. Хоть у нас на Черкащине там це правый берег, він завжди зеленее, а лівий берег з тієї сторони, то він практично не зеленее. Не то, что не зеленее, він зовсім не зеленее. Я могу порівняти. Я ж понимаю, что с правой стороны йде течия, и ця течия несе все, тискиди, які йдуть там у нас аж из Белоруссии, из Киева, из всех этих мест, что сверху. Батька Лукашенко не хулигантит там. Батька Лукашенко не хулигантит. Ви мене чуєте. Але все-таки питання викидів дуже непросте. И сегодня Дніпро с каждым роком все ранее, ранее начинает. Ну что делать, Михайло? Что надо сделать? Нам надо, чтобы было много рыбы и чистый Дніпр был. Потому что река Дніпр лучшая река в мире. Я за Японістью згідный. Дніпро не раз рятував Украину, украинцев и наш весь народ. И как бы мы ни были, Дніпро было и будет. Не знаю, как экологическая ситуация, как она будет меняться в лучшую сторону. Я сподіваю, что она будет меняться в лучшую сторону. А друзья, обещаю, что с рыбой на Черкашне точно вы будете. И я вам завжди дякую, что вы ловите рыбу, поделитесь с этим и начинаете любить природу разом с нами. Михайлович, мы вас будем двигать на главного респектра Украины, на голову Держводагеста, или как оно там называется. А что, мы сейчас петицию, и Михайлович у нас свой парень, блин, пойдет туда, и мы будем с него спрашивать, будем брать интервью. Ну можно ж петицию на сайт президента? Там же есть 25 тысяч подписей, пускай рассматривают. Ну, якби писать ці петиції я не выгнал, як начнут рассматривать, придумывать какую-то еще историю, что... Да. Иванько не участвует в схемах, нафиг Иванька, да? Да, ну... Ну будем надеяться на лучшее. Короче, ребятки, вот такое интервью, если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне, мы их будем собирать, и если надо, сделаем еще одно интервью с Иваньком, Виктором Михайловичем, а там, дасть Бог, может действительно петицию разместим, насобираем подписи и сделаем. Главное время спектром Украины от народа, от настоящего народа, ребят. И может у нас во всех греках появится рыба, не только в Черкасах, а и Киевское, и Каневское водохранение, Днепродержинское, и туда вниз, вниз, вниз. И в морях может рыба появиться. Так что, Виктор Михайлович, большое вам, большое вам спасибо за интервью, да, да, берегите для нас рыбку, блин, как в Черкасах, здесь, конечно, нигде нет. Я же говорил, Черкассы краше места на земле. Здесь больше всего, друзья. Больше всего рыбы. Да, спасибо, всем пока.